Пара пустяков. Может кофе? Отличная идея. Пошли. Корнелиус Крейн Чейз. Известный зрителям как Чеви Чейз, американский актер, комик и писатель. Именно с написания небольших шуточных рассказов начинал Корнелиус свою карьеру. А позднее, уже в 1974 году, появился на телеэкранах в качестве актера. Тогда же сформировался и имидж актера, этакий неудачник в кинокомедиях с пошлым и вульгарным юмором. Актерское мастерство Чейза кинокритики оценили, вручив ему дважды премию Эмми. Корнелиус Крейн Чейз родился 8 октября в 1943 году на Манхэттене, Нью-Йорк. Отец будущего актера Эдвард Тинси Чейз работал литературным редактором, а мать Корнелиуса была ярой католичкой по фамилии Паркер в девичьи Браунинг. Работала концертным пианистом. Дед со стороны матери адмирал Майлз Браунинг занимал должность начальника штаба контр-адмирала на американском авианосце. Дед по отцовской линии Чейза Эдвард Ли Чейз работал художником и иллюстратором. Его бабушка по материнской линии Касталина пела в опере, в том числе выступала в Карнеге-Холле. Прозвище Чеви у Корнелиуса появилось с легкой руки его бабушки, потомка шотландского клана Дуглас. И взято оно из средневековой английской баллады под названием «Чеви Чейз». Корнелиус стал четвертым поколением жителей Нью-Йорка в семье. Родители Чеви развелись, когда мальчику исполнилось всего 4 года. Вскоре каждый из них создал новую семью. Согласно биографии, написанной самим Чейзом, в детстве мать и отчим Джон Седерикс часто использовали физические и психологические наказания в воспитании мальчика. В 2005 году родители будущего актера скончались. Из колледжа, в котором учился Чейз, он был отчислен за выходки и абсурдное чувство юмора. В интервью в 2009 году актер рассказал, что истинной причиной отчисления стало содержание коровы в его комнате в общежитии. Однако сосед по комнате в 2003 году рассказал, что Чейза отчислили за академическую задолженность. Ну а далее перед молодым человеком стал непростой выбор – либо поступать в вуз, либо идти служить в армию. В университет Чейз так и не поступил, но и армия его не привлекала. В январе 1989 года Чейз стал приглашенным гостем в телевизионное шоу, где рассказал телезрителям о том, что идти в армию не планируют. Уж лучше признать себя гомосексуалистом. В колледже Чейз пробовал свои силы в музыке, играл на ударных и клавишных инструментах, но с музыкальной карьеры так и не сложилось. До киноиндустрии Чейз успел поработать водителем такси, водителем грузовика, строителем, официантом, сборщиком фруктов, менеджером в супермаркете, звукорежиссером, продавцом в магазине. На заре своей кинокарьеры Чейз организовал андеграундный ансамбль комедии под названием «Первый канал». Три года спустя Чейз написал пародию на фильм «Миссия невыполнима» для журнала MAD. В 1978 году актер получил известность за роль в кинофильме Колина Хиггиса «Грязная игра». В 1981 году выходит комедия «Современные проблемы», где серьезно Чеви пострадал при поражении электрическим током. В итоге у актера началась затяжная депрессия, связанная еще и с разводом с женой. На пике своей популярности Чеви Чейз получал 7 миллионов за один фильм. Всего на счету актера сейчас насчитывается более 80 фильмов. В 1973 году Чеви Чейз женился на Сьюзен Хьюитт, но брак продлился всего три года. Второй брак Чеви с Жаклин Карлин был оформлен 4 декабря 1976 года. Через год и пять месяцев они развелись. Неофициальной причиной развода в СМИ называют злоупотребление Чейза наркотиками, в частности кокаином, и побочные эффекты в виде мания величия и паранойи. Но у известных людей это частое явление, как по мне. В 1986 году Чейз обратился в клинику Бетти Форд для лечения зависимости от болеутоляющих средств. В 2016 году актер уже лечился от проблемы, связанной с алкоголем. У Чейза трое дочерей. Сидни, которая родилась в 1983 году, Кали, 1985 год, Эмили, 1988 год рождения. Сейчас актер проживает с третьей женой Джейн в Бетфорде, Нью-Йорк. На семейном фото Чеви и Джейн представляют собой неизменно счастливую и гармоничную семейную пару. Чейз активный эколог, инициатор благотворительных и политических акций. Актер собирал деньги и участвовал в компании в поддержку Билла Клинтона в 90-х годах и Джона Кэрри в президентских выборах 2004 года. Крайней ролью Чеви Чейза можно считать киноленту Грега Притикина «Смеяться последним». Я немного смотрел фильмов с Чеви Чейзом, но вот «Сплошные неприятности», где он играл еще с молодой Дэми Мур, «Исповедь невидимки», «Каникулы в Вегасе», ну, наверное, «Забавная ферма». Вот эти четыре комедии, ну, на тот период, они были действительно смешны, но смешны по тем еще меркам. Потому как начнешь сейчас смотреть старые комедии и думаешь, боже, как я над этим смеялся. Ну вот он такой, Корнелиус Крейн Чейз. Мы еще не получили последнюю партию пенициллина? Пока нет. Возможно, завтра получим. Машина уже в пути. Вот мы и пришли. Давайте знакомиться. Я Хедли, хирург. Доктор Лафонг, инфекционное заболевание. Доктор Бойер, бактериолог. Доктор Стинсон, доктор Марстон и доктор Гилл, специалисты травмпункта из Нордхэмптона. И доктор Имхаус, фонд помощи беженцам Цурих. Это наши новые хирурги. Тро Бридж и Гринбаум. Доктор, 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 доктор... И доктор. Отдыхайте, господа.